Мы полностью пришли и вышли аж до карьеры. Все вручную робился. Люди, конечно, то он выйти раньше был. После можем сюда зайти. Ну вот портрет, я думаю, всем знакомым. Всех каменоломников працювали за сальянских часов. Вернолюдный вот был такой силуэт Иосифа Виссарионовича. Мы находимся в заброшенной каменоломне возле города Артемовска. Такие объекты, по словам военным, могут иметь стратегическое назначение. От размещения личного состава и до хранения оружия. Сейчас они не используются никак. Но у такого объекта может быть и другое назначение. Буквально десятки километров отсюда могут находиться позиции боевиков. И по полевым дорогам, которые не контролируются никем, они запросто сюда могут попасть. Как говорят исследователи этих катакомб, по ним можно спокойно попасть в город Артемовск. Мы тогда стояли на боепостях, прикордонников не было. И увидели машину, которая объезжала блокпост за славуто червяного кольора. Ну и мы поехали вместе, догнали ее. Везли они порядка 120-140 килограмм меди. Медь порезана с трансформатора. Десь с стороны, напевно, дебальцев они везли. Я увидел звезды цей штольни, потом мы с хлопцями зорганизировались. И вот так мы, не знаю, години четыре, напевно, потратили, пока больше частей них обошли. Ну, тут по цим галереям идешь, 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 виходишь прямо до карьера. Ну, кроме того, что цікаво, точки зору військового, то, как бы сказать, это нормальное место, где можно и переночевать, и как-то какие-то планы накидать, какие-то перегрупироваться и так далее, и так далее. Просто воно у нас не защищено, с этого боку, на жаль.